Когда из телевизора каждый день по нескольку раз говорят, вот чеченцы, 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 чеченцы. Вообще непонятно было, что происходит. Мир должен быть миром. Люди должны жить в добре. Я, например, в школе работала. Я учила детей, что маму-то притопить нельзя. Что с Герасимом обошлись очень жестоко. Об один день начали меня самую бомбить. Я смотрела в воздух и думала, неужели не знают, что внизу люди. Знали. Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, что это от пережитых проблем. Просто наши дети очень осмысленные, уютно, в достатке. Жившие дети в один день оказались на войне. Один день оказались. Я сама вышла с четырьмя детьми, кота засунула за пазуху, детей за руку и вышла из своего дома. И с тех пор я еще не возвращалась туда. И эти дети вместе со мной, будучи маленькими, эти дети со мной видели все эти тяготы, через все это прошли. Сочувствовали мне, все понимали и поддерживали. Они были как взрослые. Они были как взрослые. Они понимали все с полуслова. И даже не надо было никогда говорить вот это или это. Они сами все это делали. Всегда говорили, что делать? Мам, что будем делать? Мам, а это как? А сейчас что мы будем делать? А сейчас куда поедем? А потом куда мы поедем? А где мы остановимся? И вот эта осознанность, вот эта общая беда, как бы так выразиться, повзрослела их, сделала их взрослыми, сделала их какими-то неподетскими, мудрыми, взрослыми. И я думаю, что это не очень-то хорошо. Дети должны быть детьми. Мир должен быть миром. Люди должны жить в добре. Я, например, в школе работала. Я учила детей, что муму топить нельзя. Что с Герасимом обошлись очень жестоко. А в один день начали меня самую бомбить. Я смотрела в воздух и думала, неужели они не знают, что внизу люди? Люди знали. По телевизору передавали, что ни один российский самолет сегодня не вылетал. А кто нас бомбил вообще-то? И что это было вообще? Когда закончилась Первая война, было какое-то перемирие. Я вернулась в Грозный, чтобы посмотреть, что у меня творится в квартире. Вы знаете, я открыла холодильник, и в морозильной камере лежало человеческое ухо. Человеческое ухо. Света не было, холодильник не был включен, а ухо лежало отрезанное. Сначала я даже не поняла, что это настоящее. Но вместе со мной внизу, этажом ниже, на втором этаже мы жили на третьем. На втором этаже были тоже соседи. Как раз в этот день приехали, прибирались, убирали весь мусор. Я взяла это ухо, взяла целлофановый пакет, положила его на свою ладонь, спустилась к нему и спросила, это настоящее? Он говорит, да, настоящее. И он не хотел смотреть, говорит, выброси в окно. Я говорю, как в окно? Это же человеческое ухо. Я вышла, у нас сам Ива во дворе доросла большая. Под Ивой выкопала яму и похоронила это ухо. И это не было как-то... Вот сейчас мне намного больнее. Это как-то было нормально в то время. Я шла по городу, и было такое впечатление, что настолько родной, настолько красивый, настолько красивый город был, настолько он был... Я все дома знала, я все улицы в центре, я все знала. И вот я шла по Ленина, и домасты, не дома, а какие-то огрызки, скажем, от деревьев, какие-то палочки торчали. Непонятно, какая-то пыль была по колену, пыль была. Ты идешь, и ноги тонут в пыли. И такое было впечатление, что идешь по улице, а у дороги стоят столбы, и на них повешенные люди висят. Вот именно вот с таким шоком можно сравнить тот шок, который я испытала в первый раз, когда я не могла остановиться, я всю дорогу шла и плакала. Я пока дошла до своей квартиры, пришла. Вы знаете, было три балкона. Два балкона, одна большая лоджия. Лоджия была обработана кафелью, все такое. И на этой лоджии люди там жили, в моей квартире люди жили, и на этой лоджии они устроили туалет. Это было невозможно. Как можно в этой квартире жить, и вот у тебя одна лоджия и туалет? Это же невозможно. Настолько это было... Как-то сразу мир перевернулся. Я не понимала, как это можно. Я не знала, что надо бояться солдат. Я думала, милиция для того, чтобы меня защищать. Я думала, солдаты для того, чтобы меня защищать. Я как-то ехала в Москву на поезде с Нальчика, где-то в минводах. Подсели люди, которые отвоевали в Чечне. И вместе с тем подняли очень много молодых людей, которых в армию забирали. И этот поезд превратился в какой-то хаос. Этот поезд превратился в какой-то хаос. Я слышала, как они разговаривают. Вы знаете, у нас нет матершины. Мы даже не понимали. Это когда просто надо услышать и понять, что люди могут так разговаривать. Я говорю, русские сами на русском не говорят, что ли. Настолько было дико всё это слышать и ехать. И знать, что ты чеченка, и в любую минуту у тебя могут быть проблемы. И в какое-то время меня вызывают паспорта забрали. У меня был российский паспорт. Я сделала российский паспорт, сделала развод с мужем, чтобы получить этот паспорт. Потому что невозможно, нам паспорта не давали. Получила российский паспорт, чтобы иметь паспорт гражданина Российской Федерации. И как Майковский говорил, я достаю из широких штанин свою краснокожую паспортину. Я с этим паспортом уже еду, с понтом, как белый человек. Россиянка я. И вдруг меня вызывают. Проводница приходит и говорит, вас вызывают. Вызывает меня, значит, дорожно-постовая служба, наверное, которая поднимается. Вызывает меня милиционер. И говорит, вы должны заплатить 100 евро, 100 долларов за проезд. Я говорю, в честь чего? Я не поняла, говорю, а в честь чего, говорю? Я за налог, за национальность уже сполна заплатила. Я говорю, больше не собираюсь. Еще как заплатить, он мне говорит. Я возьму ваш новенький паспорт, разворачивает перед моим лицом мой паспорт. Окошко открыто, говорит, выброшу его в окошко и задержу вас до выяснения личности. И пока вы будете сидеть, и пока будут выяснять вашу личность, вы еще много чего можете натворить. Я на него смотрю и думаю, это милиционер, который должен меня защищать. В этом хаосе я еду. Это единственный человек, который от закона, который может меня и должен защитить. И он со мной так разговаривает. Я говорю, да, вы умеете уговаривать, придется заплатить. Я заплатила. А если бы у меня не было бы этих денег? Вы знаете, мне кажется, мне всю жизнь надо было жить в Европе. Во мне живут одновременно несколько культур. Во мне живет чеченская культура. Во мне живет русская культура. Во мне живет немецкая культура уже. И ни одна культуру друге не мешает. Культура, она культура. Все достойные чувства, они межнациональны, они интернациональны. Нет хорошей нации или плохой нации. Сегодня в ней, поверьте, потому что через все это я прошла. Я могу по собственному опыту сказать, что нет такого, чтобы национальность была плохая. Или люди, чтобы были плохие. Нет такого. Есть очень хорошие люди любой национальности. Я здесь в чужом государстве была принята. Мне предоставили кровь, мне предоставили деньги. Я могла закупаться, ходить в магазин, ходить в кино, в театр. Я могла жить как полноценный человек. И это для меня было так ново, это было для меня так ново, везде гонимое. Потому что мы когда в Нальчике жили, я хотела устроиться на работу, на обычную фабрику. Я умела шить. И они мне сказали, как узнали, что я с Грозного. Нет, у нас установка негласная, мы не можем. Нам запретили. Мы не можем. Я сдавала двух старших детей в гимназию, Нальчикскую. Их несколько раз оттуда отчисляли. Я потом ходила снова. Извините, это правда. Я платила деньги, говорила, я даю 200 долларов за двух детей, возьмите обратно. Они брали. Но потом опять какое-то собрание, какое-то возмущение. Опять мои дети приходят. Нам сказали, завтра не приходите в эту школу. Потому что для нас, для чеченцев, была приготовлена школа там на окраине. Ну такая средняя школа, скажем, не могу ничего плохого сказать. Но не гимназия. Но нам было запрещено гимназию. Нам было много чего запрещено. Паспорта не давали. Паспорта не давали. Вот я же говорю, мне пришлось сделать фиктивный развод с мужем, чтобы получить этот паспорт. Я сказала, я хочу взять обратно девичью фамилию, только поэтому я хочу иметь паспорт. Тогда мне дали этот паспорт. И то мне пришлось поехать в Калмыкию и там оформить эти документы. Даже на чеке эти документы не оформили. Все было сложно, вы знаете, все было очень сложно. Какое-то время это был полный тупик. Мы не знали, что делать. У нас заканчивались деньги. Все, что можно было продать, уже продали. Есть было нечего. Муж находился на территории Чеченской республики. И я решила с детьми уехать в Европу. Я подумала, как-то у нас есть такое выражение. Твоя судьба здесь или в этом отношении, или в этой связи закончилась. Я подумала, моя жизнь здесь закончилась. Мне тут ждать... Я все испытала. Я была до того в отчаянии, что просто хорошо. Я не знаю, как меня нервы не сдали. Наверное, вот эта ответственность, что дети... Я их должна обеспечить, я должна о них заботиться. Вот это... Ну, только, наверное, вот это чувство меня спасло. Я не знаю, как это было, как это произошло. У меня мама была в Чечне. Я ездила с Данчикой, ездила ее навещать. И один раз в Слепцовской, там всегда с таксиста стояли, и можно было через блокплост поехать. Ну, мы пока с Данчикой ехали, стало уже темнеть, и это была зима, и все такое. И нету ни автобусов, ничего, никакой маршрутки, ничего. Ну, стоял какой-то мужчина, я его зрительно знала. Это был друг моего второго брата. Они дружили, ну, не скажу, что близко. Ну, они дружили, я его знала. И он мне говорит, ты домой... Он меня тоже узнал. Он говорит, ты в Ачхо едешь? Я говорю, да, хотела бы. Он говорит, все закрыто уже, говорит. Ну, мне по-любому в Ачхо надо, если ты хочешь, я тебя подвезу. Это взрослый человек, хорошо. Ну, говорит, мы поедем через Асиновку. Хорошо, говорю, мне без разницы. Я, Асиновская, это соседнее село от Ачхо и Марта. Я никогда в этой Асиновской не была. Я не знала, как это село выглядит. И он с шоссе выехал туда, в сторону, через Асиновскую. И дома такие маленькие, уже темнеет. Какой-то мертвый город, мертвое село. Вот такое жуткое какое-то впечатление было. Но как-то уже я же не могу ему сказать, развернитесь, я не поеду. Ну, я сижу так, храбро сижу, смотрю на все, что происходит. И вот мы подъезжаем к блокпосту, который стоит уже в селе вдоль дороги. С одной стороны бетонные столбы загорожены, скажем так. И вот мы подъезжаем туда, проверяют документы. Молодой солдат проверяет документы, разворачивает мой паспорт. Это еще я российский паспорт не получала, это было до того. Разворачивает мой советский паспорт, в котором на какой-то странице стоит штемпель, что я военно обязанная. Потому что мы заканчивали университет, два года изучали медицину и получали удостоверение военно обязанного, что на случай войны мы должны были как медики пойти работать, скажем. И вот он увидел этот штемпель и говорит, а-а-а, дудаевская боевичка, говорит он мне. Антин, вы же на пределе? Я говорю, что больной? Ты что больной? Говорю, посмотри паспорт. Там штемпель стоит, я говорю. Это было в советское время, и дудаев тогда был генералом советской армии, я говорю. Я была военно обязана, потому что я учительница, я говорю. Мы изучали медицину, он все такое. Ах, ты такая грамотная, говорит он. Хватает меня за дубленку, вытаскивает из машины и швыряет этим плитом. Заряжает автомат. Все, что можно было, все, что я из русского сленга знала, все, что я знала, я ему сказала. Я ему говорила, стреляй. Это был шок, это был шок. Это не я говорила, мне кажется, настолько был это ужас. Я ему говорила, стреляй. И в этот момент я думала, ему больно будет, а не мне, что он меня застрелит. А у меня еще ребенок, которому год, младшему сыну в это время был год. И на этот шум из этого же домика выходит, я, честно говоря, в погонах не разбираюсь, но видно было, что он офицер. Что за шум? Я ему, не снижая своего тона, так же, как я ему кричала, я ему говорю. Я говорю, вы что, порядок приехали сюда наводить? Я говорю, вы что за дебилов привезли? Я говорю, этот человек читать не умеет. Он не знает, что было в 83-м году. Он не знает, что сегодня 93-й, 94-й, 95-й уже год. Он не знает этого. Я говорю, он посмотрел мой паспорт, увидел этот штемпель и говорит, что я это сам. А он взял этот паспорт. Ни слова, ни слова, ни извинения, ни сочувствия, абсолютно никакого. Так ровно, может, ему просто лень было в этот вечер кого-то расстреливать. Не знаю, что это было. Но он посмотрел паспорт, дети там записаны, прописка. Все, что там было, он посмотрел. Даже группу крови мою посмотрел, все посмотрел. И говорит, езжайте. Мы поехали. Уже когда мы поехали, когда уже блок проехали, у меня началась истерика, я начала плакать. И вот этот мужчина, который за рулем сказал мне, как бы тяжело ни было, надо иметь терпение. Мы сейчас очень славы. Надо держать себя. Говорят, а не достреляй бы и вас, и меня. Говорят, меня бы тоже не отпустили бы. Я даже не знаю, что случилось. Кто вас защитил, кто нас защитил, я даже не знаю. Так я доехала. Потом я маму обидела. Я сказала, если бы ты тут не была, я бы не рисковала. Ну, правда, я никому не рассказала этот случай. Я никому не рассказывала, потому что я знаю, что больше меня не отпустят, а мне надо к маме ездить. И тогда мама собралась, уехала в Казахстан к младшему брату. Вот такие истории. Их надо забыть. Мой отец всегда говорит, мама всегда вспоминала о выслуке, как их выслали, все такое. Отец всегда говорит, вот охота тебе это вспоминать и рассказывать тебе, потому что он не хотел детям внушить какую-то ненависть, какое-то чувство обиды. Он не хотел этого. Мы уже были дети позднего социализма. И мы захватили тот период времени в этом государстве, когда все было относительно хорошо. Мы были счастливыми детьми. И для нас это было так дико. Вот это один раз превратиться в нелюдей, превратиться в изгоев, когда из телевизора каждый день по нескольку раз говорят, вот чеченцы, 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 чеченцы. Вообще непонятно было, что происходит. Вообще непонятно было, что происходит. Я помню, у отца, моя сноха, старшего брата, жена, у моего отца спросила, вы тогда, в 40-е годы, понимали политику? Он говорит, мы очень хорошо понимали, но делать было нечего. Государство меня обманывало, я государство обманывала, как-то мы жили, как параллельно мы прожили, говорит. Но он не любил вот это рассказывать, хотя он, наверное, больше пережил, чем я, или кто-то другой, или кто-то третий. Но так же нельзя. Это невозможно. Я вообще не понимаю, в чем цель. Я вообще этого не понимаю. В чем была эта цель? За что это было? Почему это? Кто что выиграл из этой ситуации? Я не думаю, что кто-нибудь из этого выиграл. Я не думаю, что это так, обойдется просто так. Это не может так просто забыться, просто так оставиться. Страшно, как моя жизнь, говорили. Каждый может попробовать забыть. Каждый может попробовать успокоиться. Но это невозможно. Мы как-то... Седьмой десяток уже разменяла. И я свою жизнь прожила. Она на самом деле две копейки не стоит. Если такие, как я, мы старые, мы взрослые уже, увидевшие все это, мы, если сложим руки, мы, если не будем говорить, что это... Это неправильно было. Это неправильно было. Это не про нас. Это все было надумано. Мы были жертвой. Если мы этого не будем говорить, мы, считай, зря прожили эту жизнь. Мы зря перешли через все это. Достойный человек должен жить в настоящем мире. И должен делать все, что он может сделать. Для того, чтобы это не повторялось. Всегда бывает в любых фильмах, что вот мы сейчас завоюем это, мы сейчас это сделаем, и наши дети будут тогда хорошо жить. А для детей выявляется какая-то новая проблема. Им надо снова что-то делать. Своим молчанием, например, мы эту спокойную жизнь, будущее для своих детей не можем обеспечить. Мы не можем это сделать. Ну и что? Человек может... Говорят, один в поле не воин, а один в поле воин. Если он дружит с головой, и если у него есть сила духа, то он воин. Один человек может очень много. Все общество состоит из одного человека. Один к одному. Третий, четвертый, пятый. И это общество. И это мнение. Это невозможно. Сейчас не в Средневековье. Все записывается. Сохраняют. Люди все это видят. Дети это видят. Как бы то ни было, дети все знают. Они должны это знать. Мы живем, да, мы в чужом обществе живем. Мы в чужом обществе. Я даже не могу сказать, что это сегодня чужое. Оно мне не чужое. Оно мне не чужое. Оно мне родное. Я считаю, Германию, которая меня приютила, которая дала мне все. Возможность по-новому учиться, выучить новый язык, работать по специальности. Дала мне все. На самом-то деле, все, что у меня было отнято, она мне вернула Германию. Я кто вообще для Германии? Я и для них никто. Я просто человек, сбежавший из своей родины. И почему они должны обо мне заботиться? Почему эти люди, которые веками воевали со своей землей, землю построили такую красивую страну, как такое богатое государство у них, они заботятся о любом человеке? Почему это должны чужие люди заботиться обо мне? Почему я не могу на своей родине получить то же самое? Я имею на это право? Любой имеет право. Наши дети имеют на это право. Но если мы будем все молчать и бояться, добря, умирать-то все равно надо. Какая разница? 60 лет я прожила, мою жизнь никто не отнимет. Почему я не могу сказать сегодня, что наболело, то, что это было несправедливо, это было страшно несправедливо? Это было страшно несправедливо. Мы с вами воспитаны все на одних произведениях русской культуры. Мы всегда знали, что любое какое-то негативное явление мы обсуждали, мы знали, что это неправильно, что так нельзя поступать, что это у нас у всех в крови. Это у нас у всех в крови. Я ничего не имею против русских. У меня очень много друзей русских. Когда мы бежали в Нальчик, с автобуса нас начали люди разбирать по семьям. И русская женщина меня взяла с детьми. У меня приютила русская женщина. И, конечно, мы с ней сидели, я рассказывала, что и как. Она слушала и плакала. Она слушала и плакала. Моя младшая дочка тогда, она была маленькая, она понимает, что мы про войну говорим, про все это говорим, что она плачет, но она не знает, что она русская. Моя дочка не знает, что мы чеченцы, или она русская. Таких понятий нет. Но она четко уяснила одно. Она к ней наклонилась и говорит, а русские все мои куклы украли. Эта женщина говорит, верный ребенок. Это было действительно нормально. Так в кино не придумаешь такое. Реальность, она все равно сильнее, чем искусство. В реальности то, что люди видели, то, что люди пережили, это невозможно даже передать. Не хочу, чтобы кто-нибудь опять переживал это. Очень сочувствую, очень сочувствую сейчас людям, которые на войне. Я им очень сочувствую. Я им от души сочувствую, потому что я знаю, что это такое. Одни террористы, другие националисты, другие пятые, десятые. Да слов-то сколько в словаре слов-то? Сколько их можно придумать, сколько их можно с этими словами оболгать людей, которые просто живут у себя дома, просто работают, делают какие-то дела, у них есть какие-то обязанности. И в один день человек оклеймён, и его надо уничтожить. И просто, например, я, например, хотела, чтобы меня не попали. Могли попасть, почему не попали? Могли попасть, любого, сколько погибло, сколько коллег, сколько всего, сколько люди пережили. У меня одноклассница ездила в Нальчик, за продуктами. Она вернулась, в дом попала бомба. Погибли муж, двое детей, один старший мальчик был выброшен из окна и остался больным. Инвалидом он стал. Я её спросила, как ты живёшь, Ама? Как ты живёшь? Она говорит, так же. Чуть нечего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok